Сегодня буду представлять книгу, которая называется «Поступай как женщина и думай как мужчина». Интересно, что у нас сегодня больше такая мужская аудитория, поэтому будет интересно услышать вот именно ваше мнение по поводу, насколько здесь прав, насколько автор правильно изъяснил мысли, насколько действительно ваша реальность, она такова. Потому что я когда читала эту книжку, я периодически у мужа переспрашивала, «Это правда так? Это правда?» Вот такая. Такая зима нет. И у меня еще были такие осознания во время книги, типа, знаете, «Ой, это не только у меня, это значит у них у всех такое». Поэтому сегодня я как бы ожидала больше женскую аудиторию. Но тут все раз так повезло, то действительно будет интересно и ваше мнение. И, кстати, почитать эту книгу интересно и девушке, и мужчине. Потому что мужчина сможет понять, чего от него ожидала женщина, ну а женщина, соответственно, разберется в том, как мужчина вообще думает, как он представляет, какие у него ценности, приоритеты и все такое. книгу написал мужчина, зовут его Стив Харви, он порядка 20 лет работал ведущим на радио, на телевидении. Он вел юмористическую программу, и у него была такая рубрика, куда к нему можно было писать вопросы. И он на эти вопросы более в юмористической форме, соответственно, отвечал. А потом он понял, что вопросы на самом деле в основном ему пишут мужчины, ой, женщины, в основном пишут женщины, и это реально серьезные вопросы. Они реально не могут разобраться в отношениях с мужчинами. Кто-то не может начать отношения, кто-то не может уже до, ну там, поженились, и проблема там в течение 20 лет. Она пишет, вот я уже мучаюсь 20 лет. И он понял, что это на самом деле очень серьезно, и женщинам нужна помощь. И он решил, уже в серьезной форме, хотя книга в такой доступной написана, он решил написать вот эту книгу, чтобы, ну, как бы нам помочь разобраться. Вот. Ну, почитать интересно всем. И мужчинам и женщинам. Значит, переходим к выжимке из книги. Три первостепенные факты для мужчины, которые важны. И пока он не получит уверенные ответы, и не будет доволен ответами на эти вопросы, ему все остальное не важно. Он не будет начинать отношения, он не будет больше времени проводить со своей второй половиной. Вот пока он не будет доволен, тем вот, ответы на вот эти три вопроса. Первое. Это кто я такой, когда он понимает, кто я. Чем, моя профессия там, вот в этом плане. Чем я занимаюсь в этом направлении? Ну, как я работаю? Сколько мне за это платят? Вот нам, как с женской позиции, то кажется, да ладно, типа, по пути можно там определиться вместе, я там тебе помогу и все такое. А мужчине, оказывается, вот он пока не определится, ему любовь, ну, она у него на второй план. И с женской стороны, как бы кажется, ну, вот бывают такие ситуации, что женщины обижаются, что мужчина много времени проводит на работе, там, мало там уделяет время семье и все такое. А он просто, вот у него, ну, вот стандарт такой. Он не может пока уверенно себя в этом не чувствовать, он недоволен, кто он, что он делает и сколько он получает, или хотя бы в перспективе он понял, что я сейчас работаю и сколько я там буду получать. Пока он этим недоволен, все, ну, как бы наши вот эти желания, они не совпадают. И, как бы, это надо понять, принять, ну, не отпустить, а принять просто. Как понять, что мужчина определился уже к серьезным отношениям? Ну, вот там встречаетесь, бывает, кто-то живет несколько лет и думает, блин, он определился вообще или у нас это, как бы, временно. Вот нужно, нужно, есть три момента, на которые нужно обратить. Это первое. Мужчине свойственно заявлять. Он, ну, вот, он по натуре, он любит делать какие-то заявления. И нужно посмотреть, как он заявляет о вас в окружении. Как он вас, ну, как мужчина называет девушек? Смотрю, вас думал, мужчина. Как мужчина представляет свою спутницу? Вот автор привел пример, как, вот, есть традиция семейных ужинов. И, ну, там, какая-то, допустим, раз в год. И туда обязательно нужно приходить со второй половинкой. И вот, говорит, была история, на которую, на этот семейный ужин, мужчина приходил, молодой парень приходил всегда с девушкой. И она была всегда другая. Каждый год была другая. И он всегда представлял ее по имени. Здравствуйте, там, это Наташа. Ну, там, семья. Познакомьтесь, это Наташа. И все всегда знали, что эту Наташу они больше никогда не увидят. Это что-то временно. А потом в один раз он пришел и привел Наташу. Но только он сказал, это моя невеста. И все сразу поняли, что это уже настоящая Наташа, она невеста. И он уже определился. То есть нужно обращать внимание, как он тебя представляет. Потому что нам кажется, а вдруг он, ну, если он говорит, это моя сотрудница, то он так и думает. Мы думаем, а вдруг он думает, что я его невеста, ну, тут он постеснялся и сказал, что я его сотрудница. Нет, он как думает, так и говорит. Он не так, как у женщины. Подумала одно, сказала другое, чтобы кого-то запутать. То есть, как заявляет, это очень важно. Как он нас представляет. Второе. Это у мужчины заложено обеспечивать. Обеспечивать финансово, обеспечивать комфорт, обеспечивать уют, обеспечивать условия. И нужно посмотреть, как он относится к обеспечению элементарных, ну, элементарных условий. Там, заплатите чашку кофе, куда-то поехать, выйти, пойти. Ну, как бы, если мужчина определился с тем, что это его женщина, он не будет, как бы, ждать, что она попросит у него денег на что-то там элементарное. То есть, он его это заложен, а он это делает. В современном мире, вот это, в самоуптверждающихся женщин, она там говорит, я буду сама платить за свой кофе, или там, проезд, я сама заплачу. И тем самым это мешает мужчине реализоваться. И он пойдет туда, где он будет чувствовать себя нужным. То есть, нужно разрешать ему, чтобы он это делал, потому что это его задача, это не женщина задача. И третья, это задача защищать. Если мужчина определился, то женщина чувствует, что он ее оберегает, он ее защищает. И в действиях не обязательно, когда что-то там плохое случилось, и он там вступился за нее, то понятно. Ну, вот именно он и показывает, и в разговоре где-то, что все, вот это моя женщина, и я там вокруг нее. Все, никто не имеет права ничего плохого там даже думать. Три вещи, которые мужчине нужны взамен. Это же три его задачи. А есть еще задачи женские. Это поддержка, это верность, и это это. Секс. Тут нельзя, тут цензура. Вот, поэтому, ну, нужно вот женщине понимать, что ее задача поддержать его дома, ну, соответственно, быть верной и выполнять вот это. Потому что, потому что, если, ну, иногда тоже путается женщина в выполнении обязанностей, и начинает ему помогать там, защищать его, помогать ему там, платить за него. И получается, ну, все как бы путается, мужчина не может реализоваться, и отношения рушатся, и они в таком непонимании. Поэтому вот эти вот задачи женские. Любовь женщины и мужчины, она в проявлении тоже отличается. И так как женщина может ежедневно, по нескольку раз рассказывать, как она любит мужчину, проявлять нежность там, суфи-пуфи, там, ну, доброту, повторять, что она его любит и утром, и вечером, и днем, там, и постоянно это говорит, то для мужчины это не свойственно. Но так как мы это делаем, нам хочется, чтобы он делал то же самое. Но на самом деле мы хотим просто, ну, как бы знать, что он нас любит, и ничего не поменялось. Но для мужчины он один раз сказал, и все. Он не будет звонить, как так говорить, он не будет вам звонить и говорить, что в полшестого он любит вас больше, чем в пять часов любил. Для него это понятно, установлено. Когда мужчина только, ну, вот, при первом контакте, так сказать, ну, при первом знакомстве, на что, вот это такой важный, интересующий многих вопрос, на что он больше, там, обращает внимание, на глаза, там, на еще какие-то части тела или на что-то, то, как автор сказал, то он рассматривает женщину как такой вот объект для этого. И его интересуют всего два вопроса. Хочет ли женщина, в принципе, это, и возможно ли у них это в перспективе, и что ему для этого нужно сделать? И, а потом уже он начинает реагировать на, ну, то, как она ведет себя, на ее стандарты, на ее, там, манеры. Если он в тот момент, когда вот происходит первое общение, он понимает, какую цену ему нужно заплатить. Если, в принципе, он понимает, что цены, ну, не финансовые, а вообще, что ему нужно сделать, там, какой период, там, должен пройти, какие у него стандарты, какие, ну, каким он должен быть ухаживать, не ухаживать. Если он понимает, что этих стандартов нету, то это бесплатно, и, в принципе, ну, если, если он искал только для мимолетной встречи, то это может так быстро и произойти, и вы не поймете, он, как бы, ну, в общем, не перейдет ни во что серьезное. То есть, если ищет, если девушка ищет для серьезных отношений, то стандарты все-таки должны быть. И вообще, по автору, то первые 90 дней явно нужно продержаться без таких вот близостей, а наоборот поприсматриваться, посмотреть, как мужчина реагирует в стрессовой ситуации, как он реагирует на отказ в этом, как он на проблемы реагирует, потому что для серьезных отношений это будет важно. Он решает проблему или он убегает от них, там, и так дальше. Еще один интересный момент, это такой любовный треугольник, жена, муж и мама мужа. Бывает, когда мама мужа занимает большой эфир, в общем, много времени. Автор приводил пример, как, допустим, мама, как женщина написала письмо, что она 17 лет страдает от того, что муж очень много времени уделяет своей маме, что она может ему позвонить в 10 часов вечера, позвать его печь пирожки, и он подрывается из постели и едет к ней и печет пирожки. И автор, он говорит, я не понимаю, почему. То есть она 17 лет молчала, и теперь она мне письмо написала, вместо того, чтобы ему сказать, что это проблема. И вот эта ситуация, она будет проблемой, если женщина сама не скажет мужчине, что, ну, дорогой, у нас проблема. На самом деле, как автор говорит, что для мужчины его новая семья и жена и дети, они на первом месте по сравнению с его мамой. И если, то есть, его важнее реализация как мужчины и как мужа, чем оставаться маленьким сынком. И если вы его еще в этом и поддержите, то он с удовольствием и вас поддержит в этом и найдет спокойный способ и с мамой договориться, мама все поймет. То есть, если вдруг проблема такая назревает, то, ну, просто о ней нужно сказать. Так, про 90 дней я сказала, то есть, посмотреть на какие там проблемы. И вот интересный факт, три варианта, ну, вот бывает, мужчина с женщиной встречаются и проходит затянувшийся период, когда вроде как и в ЗАГС пора, а почему-то в ЗАГС дело не идет. И оказывается, ну, есть три причины, по мнению автора. Первое. Он уже женат. И может, у него есть женат. Да, и он просто как бы... Второе. Второе. У него действительно несерьезные отношения. И стоит присмотреться по предыдущим пунктам. Может, он и так его игнорит, а вы просто сами себе придумываете. И серьезного как бы нет. И третье. Что, по мнению авторов, скорее всего, так и есть. Вы не назначили дату свадьбы. Это к девушке относится. То есть, сейчас вот это решение принимает девушка, но делает так, чтобы это как бы принял мужчина. Например, устанавливая такие стандарты, типа, мне не нравится дома проводить выходные. И мужчина должен понять, что хорошо бы вам куда-то пойти в выходные погулять. То есть, вот так же можно и сделать по поводу свадьбы. О, прикольно, через год бы нам уже праздновать годовщину свадьбы. И как бы ему уже понятно, что пора. Автор говорит, что раньше были такие стандарты. То есть, мужчине было обязательно жениться. Сейчас не обязательно. Ну, в наших странах там, то это, например, там партия обязывала. И ты знал, что тебе обязательно это нужно. Потом, например, раньше нужно было понравиться обязательно ее родителям. И только с ихнего одобрения у вас могло что-то получиться, пойти там на близость и все такое. Сейчас это все доступно. И мужчину, в принципе, и так все устраивает. А женщину не устраивает. Соответственно, просто нужно, как бы, сказать, что, может, пора. И все, и все, и все будет. В общем, и будет кольцо. Ну, свадьба. Спасибо.